Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Зайцева. И сегодня утром мне пришла в голову на гениальная идея. Я решила просто взять и на широкую аудиторию рассказать про те фишки, которые используются во время тренировок интуиции. Вот смотрите, я держу в руках колоду карт. Это колода карт белые-черные. Эта колода, в принципе, куплена когда-то, когда я проходила третий курс интуиции по системе Норбекова. И на картах здесь имеется надпись, что это система Норбекова. И предлагалось на курсе, благодаря этим картам, натренировать свою интуицию так, чтобы можно было использовать ее в жизни. Итак, давайте посмотрим, что из этого получилось. Ну, надо же довести результат до совершенства. Тренируемся. Итак, белая, 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 белая. Черная, белая, черная, 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 белая, 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 белая. Черная, 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 белая, черная, белая, белая, черная, черная, белая, черная, белая. Чёрный, белый, чёрный, чёрный, белый, чёрный, чёрный, белый, чёрный, белый, чёрный, белый, чёрный, белый. Черная, белая, черная, черная, белая, белая, белая. Ну вот. Вы видите, у нас уже погрешность, две карты из пачки. В принципе, я думаю, еще один прогон, и мы доведем колоду до 100%. Фокус? Отлично. Тогда мы сейчас будем раскрывать секреты этого фокуса. Так вот, друзья, что же я только что делала? Что я демонстрировала? На самом деле я демонстрировала не что иное, как кожное зрение или тактильную чувствительность. Это действительно более развитый канал восприятия, кинестетический. В данном случае информацию я снимала левой рукой. Левая рука у меня касалась карт, и она снимала цвет карты. И мой мозг получал сигнал, какого цвета там будет карта. И в тот момент, когда я не могла идентифицировать, я просто на момент замолкала и спрашивала у себя, какой цвет. И какой цвет мне приходила информация. Вот так работает кожное зрение. Так работает расширенный кинестетический канал восприятия. Это можно натренировать. Это тренируется простыми упражнениями. На самом деле, все, что касается вот этой примитивной базы по экстрасенсорике, когда вы просто расширяете спект восприятия по каждому из каналов, а их у нас шесть, и шестой не интуиция, а вестибулярный аппарат. Так вот, по каждому из каналов натренироваться можно. Основную систему тренировок, примитивные упражнения и фокусы я описала в своей новой книге, которая выйдет в свет где-то через две недели. Она называется «Управление восприятием». Часть первая – развитие сверхчувственного экстрасенсорного восприятия. Эти же вещи я объясняю на своем курсе, который периодически проходит, на котором я обучаю людей экстрасенсорным вещам. Так вот, если вам это все интересно, вы можете заниматься, читать, развиваться, интересоваться. Это все лежит в рамках способностей абсолютно каждого человека. И, друзья, вот так натренировать то, что говорят интуицией, да, называют интуицией, нельзя. Но это не значит, что эта тренировка бесполезна. Эта тренировка развивает тактильный канал восприятия. Эта тренировка развивает какой-то из каналов восприятия. И параллельно дополнив ее определенными упражнениями, которые помогут вам расширить ваши рамки, рамки ваших убеждений, рамки вашей системы ценностей, только в этом случае проработать эмоциональный ваш план и так далее, убрать эмоциональную включенность в результат. Очень много условий дальнейших, да, там дополнительно целый блок существует. Вот соединив с этим блоком эту часть и эту часть, вы действительно получаете развитую интуицию и доступ к информации. Ну вот как-то так. Все просто.